Человечество с удивлением открывает все новые страницы своей тысячелетней культуры и истории. К их числу принадлежит иконно-кочевая культура автохтонов современного Казахстана. Самые древние памятники и артефакты которой относятся к эпохе раннего Энеолита. Открытые не так давно, они стали сенсацией в мире археологии и внесли новые страницы в общую историю раннего человечества. Лошадь играла огромное значение в становлении культурогенеза степного населения в позднем каменном веке. Конечно, 30 лет прошли недаром для исследования этой культуры. Думаю, что еще не один десяток лет ученые будут исследовать это явление историческое степной Азии. Ни один из ныне сохранившихся видов диких гиппиусов Великой степи – куланы, лошади Прожевальского, Тарпана – не имеют генов современного коня, то есть прирученной лошади. Все ныне известные породы лошадей по составу ДНК ведут свое происхождение от единой праматери – лошади, чьи останки были извлечены из энеолитического поселения Ботай – автохтонов степей близ современной столицы Казахстана. Музыка 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 и станет главной темой нашего фильма «Первовсадник». Поселение Батай было обнаружено в 1980 году в одной из археологических разведок. Здесь, в 30 километрах от районного центра Саумалколь, располагается национальный парк Кокшитау, на территории которого и располагается уникальное поселение. Здесь 6 тысяч лет назад, в 4-м тысячелетии до нашей эры, находилось много людей, до полутора тысяч человек. Это были древние батайцы, которые принесли сюда технологию одомашнивания самой древней лошади. Потомки этой лошади сегодня известны как казахская порода джабе. Она принесла свои гены через тысячелетия и показала всему миру жизненность своей породы. Странно и удивительно то, как одно археологическое открытие может изменить наш взгляд на весь ход современной человеческой цивилизации. Вернее, перенести точку отсчета. И эта точка отсчета находится теперь в древнем поселении Ботай, в середине Великих Степей, близ современной Астаны. Именно там впервые человек приручил лошадь. Ботайская культура – это культура костеносная. Все практически очень много предметов выполнены из кости лошади. Кости использованы для верховой езды, из костей лошади строили жилища, делали инструменты, использовали в ритуальных целях. Широко культивировался культ черепов, использовались они для погребальных целей. Исследованы десятки тысяч предметов и выявлено 16 типов домашней деятельности. Это и ткачество, изготовление шкур, изготовление наконечников, строительство жилищ. Самым гениальным открытием в человеческой истории стало приручение коня-лошади, давшего колоссальный толчок развитию прогресса, когда пешее человечество оседлало коня, и ход истории получил гигантское ускорение. Время и пространство обитания людей стали стремительно сокращаться, а сами люди вошли в тесный контакт друг с другом, и тем положили начало новой цивилизации, нового мира. Батай, это слово звучит как гимн. Батай, за ним стоит тысячелетняя история Казахстана. В лесной, в северной части поселения батайцы устраивали загоны для лошадей и даже в древнейшие конюшни, где держали молодняк лошадей и доили кобылиц. Батайцы были древнейшими скотоводами, коневодами. С них начинается уникальный динамический исторический процесс, культура генез народов, обитающих на территории Степной Азии. На этом снимке мы видим основную часть батайского поселения. Вот эти темные точки — это дома, землянки характерного батайского типа. Мы также можем видеть в окружении этих домов маленькие углубления, в которых было найдено множество костей лошади и других предметов быта батайцев. Так же, вот здесь можно увидеть постройки, которые, возможно, использовались как загон для лошадей. Очень чётко прослеживается граница, отделяющая эту зону. Недаром говорится, что по-настоящему прозревают только слепые. Археология до недавнего времени была зациклена на антропологическом начале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова